Здравствуйте, глупо, уважаемые любители ледных видоспорта! У нас очередной позитивный ролик осенней краски. У нас склон нашей замечательной горы А Поттер практически не работает в динамике. Я решил сжечь остаток высоты в топке красоты. Погонять вам, я думаю, с каждым днем это будет все красивее и красивее. Вот это великолепие, все, которое вы видите сейчас на склоне. Но черт его знает, как там, вдруг погоды не будет. О, коровы! Посмотрите, гляньте, пасутся, ну все. Это прям знак, что я совершенно замечательным образом, так сказать, решил пошалить. Сейчас мы погоняем коров на склоне. Ну и золото осени не отменяется, оно тоже будет, но и коровы тоже. Так, дошли до конца склона. Склон, кстати, заработал. Западная, оказывается, составляющая работала. А мы на южной, на юго-западная, мы на южной пытались летать. Так, и давайте посмотрим, как там получится у нас похулиганить с коровами. Вот это будет контент-огонь. Оп! Оп! Интересная тень от планера, ни коров не пугает. Вот они, зелое стадо, смотрите, друзья. Табун, коров. Кстати, интересно, как называется формирование коров? Табун или что это вообще, как правильно сказать? Да. Так, и сейчас мы еще и на дорожке пошалим. Друзья, это просто праздник какой-то. Реально намечается кусочек с шалостями. Сейчас я единственное, наверное, сейчас поснимаю на телефон. Я сейчас на телефон снимаю. Ну и мы, кстати, сравним краски, которые дают телефон, айфон, и краски, которые будет давать GoPro 10. Потому что, когда я буду сейчас шалить по-настоящему, боюсь я на телефон будет снимать неудобно. Вот они, коровы. Ох, как красиво. Как они сладко пасутся здесь. Вот молоко откуда альпийское берется. Вы посмотрите. Друзья, я камеру закрепил на лбу, чтобы не отвлекаться на съемку. И сейчас вы видите всю эту красоту моими глазами. Соответственно, я пикирую на склон. Ну и сейчас мы покажем коровам, кто здесь главный в небе. Так, закрыл их на минус 5, наверное, чтобы полегче планер улетелось. Я немножко набрал высоты, поэтому сейчас скорость 150. И идем по восходящим траекториям максимально близко к рельефу. Смотрим, как вепрь вообще себя чувствует в такой ситуации. Да, как чувствует? Летит по елочкам. А вот и коровы. 33 коровы! 33 коровы! Да вообще пофиг. Вы видели? Коровам что есть, а что нет. Вот это вот свинья. Вообще. Не, ну так мы... На этом мы так оставить не можем. Конечно, нам сейчас пастух может выстрелить из крупнокалиберного ружья какого-нибудь в задницу с солью. Я на его месте так бы и сделал. Но пастуха мы не видим, а коров видим, поэтому предлагаю еще разочек. Тем более, что они у нас... Ой, они боятся. Ну а раз не боятся, то что? Смотрим, вот они коровы, вот. Ой, торча птица какая-то. О, вообще пофиг. Просто вот, что я есть, что у меня нет. Ну ладно, это, как говорится, сама Вселенная велела пошалить. Так, смотрите, сейчас будет полет над дорогой на минимально возможной высоте. И я, наверное, сниму камеру, потому что я буду снимать вам тень, летящую нашего планера. Так, оп. Ну и, собственно, ролик-то назывался «Золото осени». Оно присутствует. Совершенно безумные краски. Совершенно безумные коровы. Так, сейчас пройдемся вот таким образом. Потом попробую камеру высунуть вам за окошко. Во! Вот загорелась тень. Наса. Давайте посмотрим в пролетик с тенью. Терадара, терадара. Это вам не тюритили. Это вам не проливали. Хорошо, как же это прекрасно. Энергии достаточно. Надо выбрать красивое место, где я развернусь с вот этим заныром «Золото осени». Вот он, место для заныра, смотрите. А-а-а-а-а-а! Вот они деревья, подернувшиеся разными цветами. Вот я провалился, видите, как под склон, но зато у меня скорость 200. Сейчас ручка на себя и я выскакиваю наверх. Это прям просто какой-то праздник шелостной. Так, тень наша гонится, как вы видите. Вот и коровы. Опять. Двери какие, а? Все нипочем. Что я могу сказать, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, давайте что-то немножко в познавательной части добавим. Что нужно в этом случае знать, когда мы так шалим у склона, что самый главный наш ресурс это скорость. Планер, который летит на 150 км в час, с ним абсолютно ничего не может случиться, просто потому что вы полностью контролируете ситуацию. То есть вы разгоняетесь, вот как я сейчас. Вот она скорость 150 и все. И дальше эту скорость поддерживаем. Если я хочу вверх, тяну ручку вверх. В этом случае я энергично могу набрать высоту. Вот, смотрите. А сейчас я просто лечу параллельно склону. Сейчас чуть ручку вверх, больше ничего не делаю. Сейчас чуть ручку вниз. И вот сейчас, смотрите, дорога горная. Вот это по верху склона идет. Вот я прям по дороге, как истебитель. Даже могу вот кусочек склона справа оставить, мне пофигу. Скорость большая. Главное в дерево какое-нибудь не врезаться. И потом так раз. Ой, а там тень планер огромная. Капай, вот ты как? Огонь. Друзья, вепрь в данном случае совершенно потрясный планер, которому вот это вот... Все, мне кажется, он просто тачится от вот этих вот событий, которые сейчас происходят. Мы даже какой-то поток взяли. Давайте попробуем, как это работает в противоположном направлении. Я, кстати, в свое время хотел снять ролик «Посадка на авианосец». Мы пытались заходить на эту дорогу, но все-таки никак погода хорошая не дождусь. Вот, смотрите, сейчас я обладаю опять запасом скорости 150 км в час. И следуя вот этой дороге, теперь я уже не сбоку от склона, а прямо над горной дорогой сопровождаю эту горную дорогу. Соответственно, над коровами мы будем вот прямо над ними. И здесь самая страшная часть – это вот эти елки. Потому что, понимаете, даже 20-метровое крыло я крен делать большой не могу, иначе за елку зацеплюсь. Ну и поэтому так аккуратненько, вот здесь какая-то хоть, и вот так вниз. Скорость, разогнались мы до 200, и такую свечку вверх. Вау! Выплескиваем всю накопленную энергию. И сейчас заценим, какая же у нас высота получилась над склоном. Ну классная высота, высоко. Фу, птицы. О, атакуют. Знаете, какая, какая стая, во! Вороны! Чего вы тут делаете? Куш! Мы тут летаем. Вот эти вороны, конечно, очень сложные животные, друзья. Потому что они сегодня нас на взлете атаковали. Чем, знаете, как вот в том «Чудо в кукурузе» ролике. И уже деваться некуда не было. Там хоть у людей полоса была огромная впереди. Можно было взлет прервать. А у них уже из полосы-то было конец полосы до деревья. Поэтому я мужественно продолжил взлет, облетел стаю, отвернул в сторону. Вот так, в общем-то, в винт какую-нибудь такую летающую корову. И все, и привет. Еще хуже в стабилизатор. Так, вот этот маневр нам стоил какого-то количества высоты. Продолжаем наше повествование о работе у склона. Если хочется набрать высоту, естественно, скорость может держать поменьше. Потому что сейчас вот я скорость держу такую, чтобы на минимальной возможной высоте лететь. А так бы мы потихонечку летали бы на 120, впитывали бы энергию. И постепенно на склоне бы заняли какую-то позицию. Например, там метров 50 высоты. Собственно, мы это и сделаем. Сейчас мой ученик этим будет заниматься. Когда я наиграюсь с коровами. Вот. Я надеюсь, что через час он у меня будет летать так же. Но он, конечно, смеется по этому поводу. Но я же могу, по крайней мере, попробовать. Ну что, смотри, как сближаемся с тенью слева. Невероятно, друзья. Это вот реально, этот склон, это упоительная свобода. То есть, когда ты черпаешь энергию реально у природы. Вот. Раз. Кстати, здесь поток стоит. Почему, собственно, здесь нас так выбрасывает? Потому что как раз на этом углу стоит восходящий поток. Вот в этом красивейшем золоте осени. Давайте сделаем кружочек. Когда ты находишься на некоторой высоте над склоном, вполне себе можно позволить все вот такие вот наборы с доворотом на склон. Ну, тем более, что это вот так красиво. Попробуем вот так заснять. Не столько ради набора, а сколько, чтобы вам передать, не знаете, как ощущение от вот этой вот... Не знаю, краски, они какие-то такие, да столько яркие. Солнце вместе, очень прозрачный воздух, очень чистый. Поэтому я не знаю, передает ли вам камера. Давайте я вам пониже спущусь, чтобы получше вам видно было. Вот это вот все, что творится. Во! Ну, посмотрите, это же невероятно совершенно. И вот эти, главное, деревья красные. Соответственно, деревья зеленые. Это всякие елки и прочая шуфора. И вот это все так переливается в такой винегрет. Видите, я просто сейчас на высокой скорости иду, поэтому не качает больше. Но это единственный способ спуститься пониже красивых деревьев. Иначе у меня восходящим потоком постоянно выше склона выкидывает. Вот сейчас я сбросил скорость, которая была 200. Перестала орать. Перестала орать изолента. Вы спрашиваете, что это у нас так воет? Это не турбина, это изолента, которая на такой скорости начинает вибрировать от страха. Вы думаете, мой ученик так боится? Нет, никто в плане, где так не кричит. Хотя, конечно, я всегда советую не пилотировать так, если не умеешь. То есть это вот видео, оно и для того, чтобы вы завтра нашли какой-нибудь подходящий горный склон и начали так тренировать свои маневры. Нет, абсолютно этого не нужно делать, потому что сам процесс обучения так летать, он достаточно длительный. То есть нужно, во-первых, чувствовать прекрасный свой фламер. Это непросто по минимуму. Во-вторых, вы должны контролировать скорость полета, одни не думая. Ну и вот какое-то некое слияние. Когда это появляется, появляется вот это чувство восхитительной свободы, когда вы просто летите и летите как хотите. То есть опять я сейчас тень натравлю на нашу. Вот это вот самое красивое у меня, как тень бросается. Я по касательной со склоном... Оп! И опять. Выброс энергии. Разворот. Я обожаю этот склон осенью. И, к счастью, мы как раз осенью имеем возможность здесь много летать, потому что дуют южные, юго-западные ветра. И особенно этот склон прекрасен как раз вечерним солнцем. Он освечен тогда красиво. И главное, что на нем есть энергия. То есть свет плюс ветер. Ветер сейчас, ну, чтобы вы понимали, 16 км в час ветер. То есть это... Я не уверен, что параплан бы тут летал бы. Ну, параплан бы все-таки летал бы тоже. Они все-таки летали целый день тут. А мы шлялись по хребтам, вот куда крыло, показывают туда дальше. Вот вам пример того, за что я люблю Альпы. За вот эту свободу полета именно. Когда ты способен почти каждый день подобрать комбинацию склонов, ветра, прогрева, еще чего-нибудь. И выжимать из этого максимум. То есть мы уже третий час в воздухе. А сегодня 3 октября, вот, друзья, чтобы вы понимали. Или 4 октября, вот, вполне для осени. И причем день не самый лучший. Сегодня даже облаков не было. Вот на юге там есть облака, ближе к морю. У нас не было. Но потоки у нас были до 2,5 км. Не хочет мой ученик петлю. Тогда будет работать из склона. Раз петлю не хочешь, вот, сейчас я пройдусь еще разочек по низам. По золотой осени. О, как это выглядит на склоне. Да. Обидеть, надо сейчас нафотографировать фотографии. И вот 200, и вверх по скалам. Я поднимаюсь вверх, сбрасываю скорость. И, как вы видите, я выскакиваю над склоном. То есть это вот планер, идеальный аккумулятор. Я люблю вот таким образом показывать и студентам, и глубоко уважаемым любителям летных видов спорта, что мы можем на планере немножко спуститься и немножко подняться всегда. И тогда получается это все бесконечно красиво. Ну что ж, немножечко пошалили. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Нормально все со скоростью. Забирай ручку, лети к склону. Все, брал. Редактор субтитров А.Семкин